Где слились навеки Тихий город Зубцов Приютился тихий город Зубцов Дорогие друзья, сегодня, в первый ноябрьский денек, 1 ноября, я приехал с концертным туром в Тверскую область. Нахожусь в замечательном городе Зубцов, где я снимаю свой уже 18-й по счету проект Спасибо за подаренную жизнь. И приехал я сегодня к семье Гусевых, Фаине Михайловне, блокаднице Ленинграда, и Константину Дмитриевичу, который является узником концлагеря. Этим людям я хочу сказать спасибо за мирное небо над головой и, конечно же, поздравить их с наступающим Днем Народного Единства. У меня бриллиантовая свадьба и 85 лет. Это очень хорошо. Я у вас, Фаина Михайловна, заметил. Знаете, что у вас картина наших художников кировских, «Три богатыря», «Братья Фоснецовы». Я очень люблю такую картину. Мы ее давно уже покупали, еще когда молодые были. Поздравляем вас с замечательным юбилеем 85-летием со дня рождения. Здоровья вам, дорогая, счастья и всего самого доброго и светлого вам и всем вашим близким. Пусть мир, тепло и благополучие всегда царят в вашем доме. Вот такой от нас, от Совета ветеранов, подарок вам с 85 лет. Такая молоденькая вы бабушка. А это фотографии вам. Это фотографии Ирина Павловна тоже передала вам. Спасибо. Ирина Павловна тоже передала вам. Ирина Павловна тоже передала вам. Ирина Павловна тоже передала вам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я к вам приехал сюда, в город Зубцов, чтобы поздравить вас, вас поздравить с прошедшим юбилеем, с 85-летием. Ну и вас совместно поздравить с бриллиантовой свадьбой. Хочется вам пожелать, конечно же, счастья, здоровья, долгих лет жизни. И берегите, любите друг друга, себя дальше. Ну и, конечно же, хочется сегодня с вами немножечко пообщаться, поскольку вы являетесь по статусу два разных человечка. Вы являетесь блокадницей Ленинграда, а вы, Константин Дмитриевич, узником концлагеря. Ну, начнем, наверное, мы с Войны Михайловны. Скажите, вот что вы помните с тех военных годов? Ой, да я все помню. Ну, что-нибудь немножечко так. Мне было 9,5 лет. И мы, значит, это... Нет, когда мы уехали в Ленинград, еще я только школу, первый класс не закончила. Мы переехали в Ленинград. Жили зубцов из деревни. И зубцов тут рядом. Ну, вот жили в пятиотажном доме. Мы переехали в Ленинград. Еще до войны. Старшего брата взяли в армию еще, но действительно, самый старший брат у меня. Еще до войны. Он прислал несколько писем, и на это все прекратилось. Началась война. А у нас, так как в Ленинграде, все старшие работали в Ленинграде, а нас поселили село, поселок Вырица. Вы слышали такого? Вырица есть такое. Да, красивый. Очень красивый. И вот, когда все были, уже война шла, когда все были на работе уехать, мы были, я, мама, сестра. А семья-то большая была? Большая, пять человек детей. Два брата. Один брат с вами, второй был младший с вами еще, Костя. Подожди, подожди, не сбивай. Ну вот. И вот однажды, когда все были на работе в Ленинграде, мы были дома, в Вырицах жили. И вдруг сильная черная туча налетает самолетов немецких. И стали бомбить. Но они поселок не бомбили. Они бомбили станцию, железнодорожный вокзал. Откуда ходили электрички в Ленинград. А мы жили не очень далеко от этого. И нам, у нас повышевало и двери, и рамы вышибало, все. А мы жили, как вот место такое, сосновый бор. Там дачные, там дети отдыхали. Мы все это так вот рядом, кругом жили. Ну вот. Потом приехали родители. То есть отец приехал, старшая сетра приехала. Собрались и уехали в Ленинград. И вот нас поселили на Большую Бараховскую. Пятиэтажный дом коммунальный. Ну, квартира была длинная. Ну, по-видимому, размер вот такая. Ну, так туда. И вот мы жили. Да все, ничего жили сначала. Вроде-ка запасы были. А потом, когда уже все огородили Ленинград, туда никакого доступа не было. Еще начались морозы. Это страшное дело, жуткое было. И первый у нас умер отец. Потому что он, в армию его не взяли. Он по состоянию здоровья был. Он еще с финской войны, у него было ранение. И он был на бронительных работах. Брат был тоже на бронительных. Еще старший в армии. А еще брат тоже ходил. По крышам лазили. Вот эти фугаски все. Потом, после вылетки, как она, да? Вы тебе расскажете про Ленинград. Уже сам Ленинград бомбить, когда они в Ленинграде оказались. Да, 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 да. Подожди, Костя. Ну вот. И Ленинград, когда вот начались сильные морозы, все перебили у нас. И канализацию, и свет. Все. И начался голод. Есть было нечего совершенно. Но чем питались, что давали? 120 грамм кусочек хлебушка. Нет хлебушку. Вот такой, да? Брусочек. И он такой липкий, тяжелый был. Тяжелый. Сырой. Сырой. И вот пока донесешь его до дома-то, вот эти крошечки-то, все сгложат, что там остается. Да? А крупы давали по ложке столовой на каждого человека. И это на декаду. Вот с этим, да. И когда воду-то перебили, у нас даже воды не было, негде было взять. Лазили в траншею. Вот вы смотрите кино, когда это показывает блокаду Ленинграда. Вот мы туда лазили, в эту траншею, чтобы из трубы нацедить воды. Уж она вся шла грязная. Отстаивали. А что, больше нечего было пить. И вот как-то, по слуху, разбомбили сахарный завод, сказали. Ну, все подались в этот сахар, туда на это место. Что-то, чем поживиться. И вот, и я пошла с мамой. Когда пришли, вы знаете, уже оцепили все. Уже оцепили все, что брать уже нечего. Там ничего не было. И мы нагребли падки. Землей месяц, грязь. Сахар плавился. Да, когда горит сахар. Вот это мы принесли землей. В аду хвали, в капиток. Отопить-то уже нечем было. Ленинград тогда отоплялся. Не было такого отопления, как сейчас. А тогда все дровами отоплялся. Большинство, все дровами. Ну, вот. И топиться уже нечем было. Жгли из дома, что было. Кровать там деревянный. Мебель какую. Все сжигали. И спать, чтобы теплее были. На общую кухню. Клали что-то. И все ложились. Все. Кто мог уместиться. Ну, вот. И вот начались морозы. Страшные морозы. И тут появились от этого голода. Стали замерзать люди. Выйдешь из подъезда. Саночки стоят. На саночках мертвый лежит. И около него мертвый уже человек, который вез. И вот первый у нас умер отец. 15 января. А некому хранить. Брат уже сидел недвижимый. Который ходил. Но уже он не мог никуда. И мы. Мама в простынь его зашила. И мы на саночках подвезли папу. И вот когда мы приехали. Вот это что-то. Сейчас Пискаревское кладбище. Я там была не один раз. Туда ельшу. Ну, вот. Я пришла. Посмотрела. Искава. Когда уже трава пошла. Мы стали выходить на газоны. Где трава была. И вот. Соль у нас. Почему-то была соль. Я даже не помню. Соль. Почему-то была соль. И мы в коробочку из-под спичек. Клади соль. Выходили на улицу. Вот эту травку. Рвали. Соль макали и ели. Больше есть было нечего. Брат уже все отлег. Потому еще. Вот когда пробили блокаду. А. А за водой ходили потом. На Неву. С Неву привозить. А что мы там принесем. Бетончик. Вот один раз. Мы шли на Неву с водой. И вдруг едут. На лошадях. Наши военные солдаты. Везут. Как вам сказать. Ну сейчас. Жмых. Избойница. Для кого они это везли. То ли коней кормить. Может кто-то еще. Большие плитки. И мы за ним бежали. С подружкой бежали. Дяденька дай кусочек. Дяденька дай кусочек. Мы смотрим пушки на поле. Через километр. Поближе. Соседняя деревня там. Потом смотрим. И солдат нет. И машины их были. У нас деревни почему-то. Штук 10. Можно побольше. И все с солдатами. Вот они. Когда для немца. Вот они куда-то поедут. Смотришь. Через полтора. Часа полтора. Опять солдаты в эту деревню возвращаются. Наши. Путаются. Не понимаешь чего там было. Какая-то паника. И потом эти солдаты пропали. И вот. Через сколько-то дней. Там прошло может. Недели не прошло. Немец пришел. Безо всякого боя. Даже безо всякого выстрела. Некому было по нему стрелять. По немцу. Ушли на зубцов наши сюда. Видимо. Такой наверное приказ был. Они сразу. Крайний дом такой. Там старики жили. У них пчелы были. Они сразу пчел там ковырнули. Сколько-то этих домиков. Идут по деревне. Уже эти. Вашину едят. А мы жили в такая деревня. И вот так все. Кривлина. А за ними там ребятишки наши. Человек всем бегут. Такие постарше меня. Сбоку. Как бы это ему меду дали. Но они сами едят. И на гармонии играют. Такие губные. И вот они значит. Эти немцы. Куда-то. Куда-то делись. На второй день. Которые пришли. Потом через опять несколько дней. Уже приезжают все. Обоз. Все. Они заняли всю деревню. Да. И начали скот убирать. То есть. Ну, забирать. К соседу. Смотрим. К соседу пошли. Мать. Самая. Мы дрожим дома. Боковое окно у нас. Мы не знали. Зачем они к ним пошли. Смотрим от них. И выходят. К нам заходят. Там каким-то путем. Эти семь. Семья отговорилась. У них была корова. Они у них не взяли. А у нас только первый год целилась. Молодая телка. Молодая. И вот заходят прямо в избу. Не заходят. Прямо. Постучали. Прямо во двор пошли. Мать выбежала. Смотрят. Корову отвязывают. Во дворец. А уже это октябрь был. Уже не пошли. Да. Забрали корову. И повели туда. А дальше вроде бы подбежала к ним. Что же. Да. А повели туда. В сторону от нашей деревни. В сторону Кабара. Ну в сторону. Там. Опять обратно. В сторону Сычевки. Так назвать. Не сюда. Не в сторону Зубцова. А там где-то у них кухня. В соседней деревне. Вот мать бежит за ним. Добежала до этого. До окраинной деревни. Он увидал немец. Немца по-моему два было. Она говорила. Увидали, что старуха мать бежит. Как стрельнули в воздух. И главное, что не в нее. Мать как рванула обратно. И корова до свидания. И все. Вот так мы жили. Ну ладно. Так вот говори, как ты в тычонку попал. Сейчас скажу теперь. Все. Пришли немцы. А это было октябрь. Потом обратно фронт идет. И у нас, значит, так все немцы немцы. А к нам пришли они, как сказать, Зубцов освободили. Как мы узнали, в августе. Зубцов взяли, потом они наши взяли часть. В общем, до нашей деревни не дошли 3 с вами километра. И фронт встал. И встал он на 6 месяцев. Мы думаем, вот нас освободят. Наш освободят. Ни в какую. До того дошло. Наши поля. Блюдь. А мы в окопах прямо сидим. До своей окопчики. Да. Был окопчик на одной стороне. На плану. Снаряд как ударил в эту васину. А у меня братик маленький был. Ему, видимо, между бревеном осколок проскочил. Какое там перекрытие. И ему палец на ноге отсякло осколком братику. Я ему 22 года. Бой кончился этот. Мать побежала. Где-то нашла немцев вечера. Ему это что-то там все отделали. Вот. И все. Нам это. Мы из этого окопа там убежали. На ту сторону другой речки. Там сахени с нами. На двоих сделали. Да. Вот мы сидим. Начинают сначала немцев стрелять. За нами, за деревней. Рядом пушки. И около нас пушки в речке спрятаны. По этим, по кустам. Немцы бьют долго. Минут 30. Снаряды летят туда. К нашим. В сторону Векшина, Антонина Ивановна. Михеева как. Да. Потом, ну, думаем, там нашим хана. Потом немцы прекратили стрелять. Наши начинают. Как начали стрелять первая Катюша. А она так. Мы прислушались. Как мельницу так. Р-р-р-р. Мы называли. Мельница. Там старшие ребята. Вот семья была рядом. А мы на улице сидим, отдыхаем. На солнышке. Голодные. Как только закричали мы в окок. Как полетели вот эти снаряды. То не долетят, то больше. От Катюши больше прилетали. Вот. А там. Они знали наши разведчики. Что тут кругом. Пушки. День живем. Слава богу. Не убило. И все так. Мы так сидели, сидели. До этого. Начало октября уж. Да. И потом нам немцы не дали варить даже конину. Не дают костер разводить. И в ночь выгоняют нас из этого окопа. Куда идти? А значит у моей матери, мать, вот в Сыщевском районе, первая деревня от Оржевского, речка Суба там, мы пошли. Пошли в темноте. Идем. Нас никто не останавливает. Шли-шли. А идти 25 километров пешком. Приходим в эту деревню к самой бабушке на утро. А там немцев, 8 человек у них на квартире стоят. И еще, значит, муж с женой пожилые, с Оржева, вот, они вперед нас там оказались. Ну, как их туда поселили? Старостно, вот. И мы у бабушки пожили немного. Не знаю, жили мы там, наверное, недели две или нет. Подгоняют в фуру. Немец заходит в старость и говорит, всех вон на нас. На тех, на двух Оржевских, и на нас. Как так? Бабушка заплакала. Да. Вот. И нас посадили на фуру и повезли. Везут, везут. Долго. От их на деревню до Сычевки еще 30 километров. Туда, где эта Сычевка. Наш немец привез на фуру. Куда-то везет. Смотрим, началась, кажется, проволока. Вот тут все вдоль проволоки едет, едет, едет. Потом повернул, как помню, налево. И заезжают в эту зону, завозят нас. Смотрим, вышки кругом. Батюшки такие, вышки. А там эти часовые. И там эта зона разделена. Военнопленные и население. Посредине колючей проволоки. Часто вот так сделано. Как сейчас помню. Вот так, вот так, не пролезь. Там, за этой проволокой, военнопленная зона. Большая площадь. Там, помню, все, труба большая. Какое-то здание было. Еще эта труба дымила черным дымом. Такая труба высокая, железная. Ну, нас в этой Сычевке все держали. Ну, кормили. Никуда не... Ну, у нас... Мы небольшие. У меня сестра... Я с 33-го, сестра с 35-го. А мы когда нас привезли в этот барак. Барак большой. Заводят. А там такие нары, сеток наделаны. В два яруса. Вот так. Да, по-моему. Не одна еще надо. Две сетки было. Набит весь барак народом. Не поймешь откуда. Мы там встретили даже мать знакомых с Товлина деревня. Там была семья Ржевского района. Вот это она их знала. То, что на базар ездили по большаку до войны. А так все чужие. И вот нас кормили баландой. И до этого. До самого марта месяца. Мы еле выжили. А потом как-то нем... Это... Да, когда от бабушки приехали... Баланду-то дал. От бабушки, когда привезли, она нам то бурочка дала, это капустки. Когда немец повез нас туда. Ну вот, мы кое-что это валили. Баланды чуть оставалось. Я пошел. А вот там в зоне, где военнопленные наши. Все забинтованные. Эти бинты только кровяные у кого. У кого грязные. Все там раненые. Потому что их на работу не гоняли. Я только подхожу к этой с котелком, там с банкой с какой-то. К этой. К проволоке. Как немец отзаррал на меня, вышка недалекая, угловая. Как он еще на меня не ударил с автоматом. Я котелок отбросил. Не подходи к пленному. Ни ко мне. Вот что было, да, ребята. Когда вернулись, мы в деревню свою. Некоторые пораньше. Кто был не в лагере, откуда-то они тоже... Готов? Да. Вы знаете, что там творилось у нас? Мы приходим в деревню. Не то, что домов. Ни одной березы нет. А на большом горе. И вот, кругом, как, куда ни пойди. Все за 6 месяцев, все стреляли на одном месте. Ржев немец не отдавал. Все в воронках у нас. По полям солдаты валяются, это уже сгнили. Не то, что немцы, наши. Зубцов, когда освободили раньше еще, они немножко за зубцов туда ходили. Вот. Когда вот уже немца прогнали, как бы ржев взяли. А в нашу зону туда дальше никто не стал ходить. Они уже... Солдаты все разложились. И сейчас солдаты одни костиком. Через, наверное, 10 метров солдат. Там, на линии, на той. Что такое было? Колючая проволоковка. Коли битые, кости валяются. Танки. Оружие. Я не знаю, что говорят, не с чем стрелять. Оружие прямо валялось. Хоть наших, мы еще стреляли. Брали. Березы стреляли, на все они стреляли. Патронов, минометных мин, снаряды. Что только у сынок не было. Ой, каски. Подожди, сейчас я вспомнила. Раз подбегаю, каску шелогнул, череп под каской. Человека нет остального. О, как что тут. Голова оторвала снарядами. Вот у нас так. Вот, а как я очутилась-то здесь, как мама пожила, вот этот голод весь, посмотрела, что там было. И она больше наотрез отказалась ехать туда. Бабушка писала письма, приезжайте, в ваш домик стоит, будете жить, все. Ну и поехали. Мы приезжаем в Ярославль, а нам охрана милиции говорит, куда вы едете, там немец, вы что, к немцу ходите? И мы жили, нас куда-то там на квартиру поставили, и мы жили, когда освободили зубцов, и мы сразу приехали. А когда приехали, вот эта Оладина сейчас, знаешь, вот эта моя деревня была, и дом был большой у нас, прямо смотрел на Волгу. А как она посмотрела, дома-то нет нашего. Она как упала за руку. Другие дома усилели несколько. А наш дом как раз освобождали когда? На переправу. На переправу разобрали. Наши солдаты. Наши дома как раз напротив нашей переправы была. Через Волгу. И все, а нам жить негде. И мы скитались, Бог знает, то у одних поживем, то у других поживем. И землянки жили. И землянки жили. И Боже, Боже. У меня детства не было. Я поэтому вот корочку хлеба кину, там, как вот под морем, на свалках валяется, Божец хорони. И своим говорю, никогда не кидайте, никогда. Берите, что съесть. Как там, Антонин Иванович, чай-то? Ну, еще хочется у вас по традиции спросить, что бы вы хотели нашей молодежи, современной нашей молодежи пожелать? Какого напутствия сказать на жизнь? Ну, что, молодежь в основном, я думаю, большинство-то на правильном пути. Ну, есть часть такие, что не заблуждаются, может. Да, чтоб жили дружно. Да. Может, храни наркотики. А так, я думаю, что молодежь в основном больше. Чтоб надо работать, поменьше. Ну, отдых есть отдых. Уважали старшим. Ну, у нас вот кто и таких нет плохих. Ну, кто-то с гудочки спустился. Да, на невидом мой идет. Даёт защита, гибность дергам. Она с ума меня сведет, Дает защита гиблостерка. Она с ума меня сведет, Данем голубоны золотые И яркие органы на груди. Зачем, зачем я вас встречала, Мила на жизни на груди? Зачем, когда проходит с ума, Свою кайматься в мир угол, Зачем он на скалку спринял, Зачем на русу мой покой? Зачем, когда проходит с ума, Свою кайматься в мир угол, Зачем на русу мой покой? Зачем, когда проходит с ума, Своей кайматься в мир угол, Зачем, когда проходит с ума, Своей кайматься в мир угол, Таринные. Вот эту особенно. Какую? Вот что говорила. У храма стояла. У церкви стояла карета. Да. Ну давай, тут споем. У церкви стояла карета. Там пышная зона была. Все гости нарядно одеты. Небеса цена краше была. Все гости нарядно одеты. Небеса цена краше была. На небы попивали плоти. Виногу приколок изрозь. Она на святое распятие смотрела сквозь радугу слен. И она на святое распятие смотрела сквозь радугу слен. И сквозь ее горькие слезы ручьем потекли далеко. Счастья вам. И вам всем здоровья. Здоровья это самое главное. Ну и обязательно, если сегодня людям понравится мой концерт в вашем городе Зубсове, я через год к вам сюда вернусь. Я обязательно навещу вас вновь, чтобы пожелать вам самого наилучшего. Ну, это не самое главное. Главное, что я сегодня вас приехал порадовать. Ну, за гостеприимство, конечно же, вам большое спасибо. Счастья вам. Здоровья. И всего самого наилучшего. И охранить тебя Господь. Спасибо. В пути, в дороге, где-либо. Спасибо. И твою семью дай мне здоровья. Спасибо большое. Счастья вам. Счастья вам. Счастья вам. Спасибо. 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 Спасибо.